Друзья, сегодня на моем канале мы будем готовить панкейки. Я вас уверяю, что это самые вкусные, легкие, воздушные панкейки, которые вы когда-либо пробовали. Друзья, всем привет! Вы на канале Кукин Бранч и я его ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне мы приготовим очень вкусные воздушные панкейки. Все мы любим, конечно же, оладушки. А как насчет панкейков? Правильно, я тоже так думаю. Не отказались бы. Давайте готовить. И для приготовления нам понадобится стакан кефира. Большой стакан кефира, у меня 380 мл. И пол чайной ложки соды. Сейчас их будем смешивать. Кефир желательно взять комнатной температуры, а емкость для смешивания берите побольше. Потому что когда мы добавим соду, кефир с содой начнет пениться. Добавили соду и оставляем на 5 минут. Теперь в отдельную емкость насыпаем 2 ложки сахара, 2 столовые ложки сахара и одно яйцо. И сейчас нам нужно размешать, взбить немножечко. Это удобно сделать с помощью венчика. Взбитое яйцо с сахаром добавляем к кефиру. И размешиваем. Теперь нужно взять 1 стакан муки и просеять. Обогатим нашу муку кислородом. И теперь нужно хорошо размешать венчиком, чтобы не было комочков. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла. У меня масло оливковое. И еще раз хорошенечко размешиваем. И в общем-то тесто у нас уже готово. Ставим сковородку разогреваться на среднем огне. И на сухую сковороду наливаем тесто. Когда панкейки сверху стали пористые, стали пузыриться, переворачиваем на другую сторону. Панкейки у нас уже готовы. Выкладываем их на блюдо. Панкейки получились очень нежные, воздушные. Они очень легкие. Вы только посмотрите, какие они у нас внутри. Пористые, просто замечательные. И поливаем медом, сиропом, вареньем. Можно даже шоколадным топпингом. Будет совсем вкусно. Берем кусочек, макаем во что-нибудь сладенькое. У меня сегодня мед. И пробуем. Прекрасно подать эти панкейки к молоку или к чаю. А еще я люблю этот рецепт за то, что мы панкейки жарили на сухой сковороде без масла. Они получились очень воздушные, пористые, легкие. Они просто невесомые. Советую и вам приготовить. Если вам понравится мой рецепт, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь с колокольчиком, чтобы узнавать новинки на моем канале первыми. А я с вами прощаюсь до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok